Михаил Кичигин 24 года работает в токарном деле. Он – расточник инструментального отделения ТМК «Техсервис». Несмотря на большой трудовой стаж, в профессиональных соревнованиях по компетенции токарной работы принимал участие впервые. За четверть века знает все секреты успеха токаря. Главное – нужно уметь читать чертежи и правильно настраивать станок. Сам он это делает профессионально. Это показали соревнования в компетенции токарной работы среди работников ТМК «Техсервис». Михаил стал победителем в номинации «Профи». Профессии разнообразные. Само пришлось, захотел – пошел. Сегодня в этом зале, кроме Михаила, еще более 90 участников профессиональных соревнований по шести компетенциям среди работников ТМК «Техсервис». Это люди очень востребованных рабочих профессий. Все они показали прекрасные теоретические и практические знания в своих областях. Все соревнования, независимо от компетенции, проходили в два этапа – теория и практика – по двум возрастным категориям – янг и профи. К примеру, Никита Глинских – победитель среди участников до 28 лет в компетенции «Сварочные технологии». Признается, что конкурсные испытания он прошел на одном дыхании. Вся подготовка начинается только сейчас. Самую сложную теорию было вспоминать. А так, это работа наша. Буду готовиться, конечно. Сейчас такой шанс предоставили, что поучаствовать. Готовиться будет. Среди профессионалов, то есть участников возрасте от 29 лет, не было равных Дмитрию Харченко – сварщику во втором поколении. Он перешел в профессию по примеру отца, который передал ему знания и секреты сварного дела. Результат – успешный опыт участия в профессиональных соревнованиях уже второй раз. Еще один победитель, причем сразу в двух компетенциях – это электромонтаж и промавтоматика – Александр Медведев. Он со значительным отрывом опередил по результатам не только молодых, но и опытных коллег. Надо постоянно развиваться, изучать самостоятельно. Сейчас очень много на ютубе информации, то есть вся информация есть, надо просто ее искать, изучать самостоятельно. Ну и на заводе проходило обучение по всему тому, что было на конкурсах. Конкурс профессионального мастерства среди работников ТМК техсервис компетенции контролера ТК в этом году проводится впервые. В нем принимали участие шесть специалистов. Лучшей среди профессионалов стала Наталья Богданова – контролер сварочных и слесарных работ отдела технического контроля. Они дают профессионализм, какую-то подтянутость, собранность, мастерство. Уже по-другому себя ощущаешь, не так. Ответственность, скорее всего, ответственность. Шестой компетенцией профессиональных соревнований в ТМК техсервис стал конкурс среди слесарей-ремонтников. В нем приняли участие 35 человек. Лучшим в возрастной категории «Янг» признан Вячеслав Фетисов – слесарь-ремонтник сервисного цеха по ремонту и обслуживанию оборудования СПЦ. Среди профи не было равных Сергею Маршинину. Руководство предприятия гордится каждым из победителей. Конкурс показывает профессионализм людей и значимость их на самом деле. И рабочая профессия – она вообще гордая профессия. Сварщики, слесаря, автоматчики, электрики, токаря – это все то, что нам необходимо для того, чтобы в принципе нашу жизнь делать лучше и развиваться и экономически, и творчески во всех направлениях. Поэтому это очень важно на самом деле. Конкурсы профессионального мастерства ТМК техсервис предваряют корпоративный чемпионат Игры мастеров ТМК, где уже летом примут участие победители и эксперты внутренних конкурсов. В следующем году организаторы планируют привлечь к участию в соревнованиях студентов профильных техникумов и уверены, что это отличная возможность расти в сообществе профессионалов. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала.